В ближайшее время в Белореченске начнется реализация еще одного инвестиционного проекта. Предприятие «Реммаркстрой» из Сербии начинает очередное строительство. А чтобы дело спорилось, на месте будущих производственных зданий был проведен церковный обряд. На этой территории уже в этом году будут построены первые здания будущего производства, офисные помещения и жилье для рабочих. Два года назад я познакомился с главой администрации Белореченского района Иваном Ивановичем. И так начала наша дружба. И я почувствовал порядочность у главы администрации. И как время продвигалось, я каждый днем видел, что не только главы администрации порядочные, тут граждане Белореченске. Меня приняли как иностранные граждане, но я себя не чувствую иностранных граждан. Я серб. Наши братские отношения между Сербией и Россией, это никто не может сломать. Но по словам генерального директора предприятия «Реммаркстрой» Анджича Драгана, в Сербии большое дело начинается с благословения церкви. Поэтому сегодня священнослужители Святоуспенского храма, отец Николай и отец Виталий совершили обряд освящения будущего строительства. Такое священодействие имеет духовно-символическое содержание. В христианской церкви верующие понимают себя частью созданного Богом мира. Чтобы дело и строящиеся здания служили с пользой, и через них передавалось людям Божье благословение, их принято освящать. Церковный обряд освящения сопровождается окроплением святой водой всей территории, где будут построены и производственные цеха. Как Сербия говорит, на муцисе поздно юнации. Значит, когда плохо, ты себя выявишь и покажешь, сколько ты сильный. Надо развивать это отношение между нами. Пока визы не нужны. Россия имеет только одну страну, которая любит, это Сербия. Мы вас любим и рады всегда видеть россиян у нас в гостях. В рамках правительственного соглашения между двумя странами России и Сербии заключено соглашение об укреплении и развитии экономических связей. Мы все благодарны нашему другу Драгону, что он размещает производство у нас в районе. Это дополнительные рабочие места, и не только это, это и взаимоотношения, укрепления между нашими городами, районами, странами. Поэтому будет взаимовыгодно не только экономически, но и по укреплению наших связей с этой страной. И Драгон является одним из крупнейших предпринимателей, который развивает свой бизнес в России долгое время. Бизнес у него в основном строительный. Наталья Пугачева, Сергей Гриценко. События и люди.